Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Олеся Лисовская говорила, что отомстит за предательство Вальтеру Соломенцеву. И вот в недавнем эфире она это сделала, испортила машину Вальтера. А на разбитой машине она написала Вальтеру рот и псина. Когда Вальтеру показали, что сделала Олеся с его машиной, он отреагировал совершенно спокойно. Он восхитился тем, как она была одета, а затем пошел с Лизой Триантофелиди в домик делать массаж. Саида Бабаева продолжает ухаживать за Сергеем Захарьяшем. Ей помогает ее сестра Аида. Но ему не нужны другие девушки, кроме Лилии. Многие зрители отмечают, что после ринопластики Четрару стало выглядеть гораздо хуже. Она выглядит теперь как пекинез. Марина Африкантова отказалась строить отношения с новеньким Никитой Шалюковым. Она сказала, что он для нее слишком прост. И сам Никита после того, как пообщался с Мариной, заявил, что он разочарован. Стас Дегтеренко вернулся с острова любви обратно на поляну. Он строит отношения с Владой Ковалевской. Ольга Рапунцель сменила прическу. «Моему Диме нравятся мои косы. Я стала делать прически». «Как вам мои красивые косы?» – пишет она. Ирина Донцова просит зрителей не голосовать за своих подруг в номинации на вылет, а именно за Марину Тристановну Абрамсон и за Машу Кахно. «Прошу вас не отправлять их домой», – пишет она. «Это две достойные личности, и сейчас им рано уходить с проекта». Мария готова к серьезным отношениям, а Марина Тристановна в ближайшее время станет бабушкой и будет нужна на поляне. Ксения Бородина высказалась против ранней пластики. На этом фото, пишет Бородина, три абсолютно разных человека, но между ними нет никаких отличий. «Милые, зачем вы это делаете? Быть настолько одинаковыми просто смешно». Недавно бывшая участница Дома 2 Катя Колесниченко отдыхала в Турции. Там она познакомилась с молодым человеком. Этот роман продолжился и после отдыха. Ее избранника зовут Александр Шепель, он живет в Киеве. Ваня Барсиков рассказал в видеотрансляции, что, вернувшись из Украины, он обнаружил, что в квартире, где они жили с Лизой Полыгаловой, уже живет ее бывший молодой человек Дима. Барсиков возмущен, ведь его не было всего неделю, а на его кровати уже спит другой. Барсиков утверждает, что они с Лизой мирно расстались и даже по-дружески хотели вместе поехать отдыхать в Таиланд. Ваня не выдержал и обматерил девушку. Алена Водонаева решила жить вместе со своим новым возлюбленным. Она предложила Леше переехать в ее московскую квартиру и жить вместе с ней и ее сыном Богданом. Кристина Ослина поделилась, как складываются ее отношения с Андреем Черкасовым. Они до сих живут вместе и счастливы. Ребята почти не выкладывают совместных снимков, потому что боятся сглазить свое счастье. Алиана Устиненко рассказала, что конкурс красоты, в котором она принимает участие, уже начался. Она просит всех своих подписчиков поддержать ее. Я человек творческий, даже если я не выиграю, то для меня это будет очень хороший опыт. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.